Работа органов национальной безопасности республики по наведению правопорядка и законности на рынках страны продолжается. И судя по результатам весьма успешно. Но, к сожалению, отдельных владельцев рынков эти уроки пока ничего не учат. Несмотря на все достаточно красноречивые показатели деятельности ГКНБ, хозяев торговых площадей продолжают обуревать жадность и стяжательство. Здравствуйте! Речь в данном случае идет о задержании директора мини-рынка GMB КФК, расположенного на территории Карасуйского рынка Тураталей. Так, сотрудниками ГКНБ в рамках возбужденного уголовного дела выявлены факты систематического незаконного сбора денежных средств с предпринимателей, осуществляющих оптовую и розничную торговлю на территории Карасуйского рынка Тураталей, сообщает ведомство. В частности, директор индивидуального предприятия ЖКШ, используя свое служебное положение путем угрозы сноса контейнера, ежегодно незаконно требовала с арендаторов денежные средства от 5 до 10 тысяч долларов США за заключение продления договора аренды. Арендаторы, в свою очередь, опасаясь лишиться своей торговой точки, были вынуждены передавать ей требуемую сумму. Недалее как три дня назад, 24 января текущего года, в ходе следственно-оперативных мероприятий, после передачи незаконно требуемой суммы в размере 5 тысяч долларов США, директор индивидуального предприятия ЖКШ была задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ. При проведении обыска по месту ее жительства были обнаружены и изъяты денежные средства 135 600 долларов США и 1 113 800 сомов национальной валюте, а также золотые ювелирные изделия, серьги, кольца, цепочки, золотые слитки Национального банка Кыргызской Республики 999-й пробы в количестве 10 штук общим весом в 1 килограмм. Ну и автомашина марки Range Rover 2017 года выпуска. В интернете также появились фотоснимки особняка, принадлежащего директору рынка. Особняк очень похож на средневековый замок с привидениями, я бы сказал. Безмерная жадность, жажда наживы, верные спутники коррупции, очевидно, напрочь отключают мыслительные способности человека, человека, ступившего на эту скользкую тропу. Вымогательства и незаконные поборы путем простейшего и достаточно грубого шантажа и выкручивания рук, если так можно сказать, несомненно, дают коррупционеру, в данном случае владельцу мини-рынка, сиюминутную выгоду в виде серьезных денежных поступлений. Но обладатель этих нечестным путем полученных денег, к сожалению, не понимает, насколько призрачное это благополучие, насколько эфемерно это счастье быть владельцем преступного материального блага. Между тем, ГКНБ Кыргызской Республики продолжает работу по выявлению и недопущению незаконных поборов субъектов предпринимательства. Карасуйский район Оржской области стал местом еще одного выявленного ГКНБ противозаконного деяния. Так, органами безопасности пресечена деятельность подпольного завода по производству и реализации табачных изделий без акцизных марок. Завода, расположенного на территории этого района. В результате проведенных мероприятий установлено, что указанный завод был построен в 2022 году и по сегодняшний день функционировал подпольно. Оборудование для производства табачных изделий было завезено из Объединенных Арабских Эмиратов. Их стоимость составляет более 470 тысяч долларов США. Сырье, табак, фильтры, сигаретная бумага и другие комплектующие для производства сигарет также завозились из-за рубежа. Произведенные табачные изделия без акцизных марок реализовывались на территории Кыргызской Республики и контрабандным путем вывозились в соседние республики, говорится в сообщении Органов Безопасности. В результате обыска на территории указанного завода и в складских помещениях было обнаружено большое количество комплектующих материалов для производства сигарет. Табак, сигаретная бумага, этикетка, фольга, лента, фильтры и так далее. А также 97 коробок с готовой продукцией, с сигаретами. Это около 50 тысяч пачек. Но все они были без акцизных марок под брендом Мальбора, Платинум, Азия, Blue Sky и другие. Иностранный гражданин, по предварительным данным, являющийся одним из организаторов выявленного подпольного производства и канала сбыта незаконной продукции, задержан и водворен в СИЗО ГКНБ. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному уголовному делу. Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. О сотрудниках дорожной безопасности бытует немало анекдотов. О методах и способах автоинспекторов вымогать деньги у водителей сложены легенды. Коррупция в органах дорожной безопасности всегда была, есть и, по мнению большинства автолюбителей, всегда так и будет. Тому свидетельством может служить, пожалуй, и очередное задержание автоинспекторов. Так, представителями спецслужб при получении взятки задержаны сотрудники отдела безопасности дорожного движения УВД Баткенской области. Сотрудниками ГКНБ Крыгыской республики в ходе организации и проведения соответствующих мероприятий выявлена устойчивая коррупционная схема в рамках деятельности ответственных сотрудников отдела безопасности дорожного движения УВД Баткенской области, которые, используя свое должностное положение, систематически занимались поборами денежных средств с водителей автотранспорта, в том числе с водителей, нарушивших ПДД, за несоставление административных протоколов и неналожение административных штрафов. На основании собранных материалов проверки в отношении сотрудников отдела безопасности дорожного движения УВД Баткенской области возбуждено уголовное дело по статье 337, часть 2 «Злоупотребление должностным положением Уголовного кодекса Харкетской республики», в рамках которого на основании санкций судебных органов проведен комплекс специальных следственных действий. В результате были документально зафиксированы многочисленные факты получения взяток со стороны 9 сотрудников отдела безопасности дорожного движения УВД Баткенской области. Более того, 24 января текущего года на участке автодороги Баткен-Разаков в селе Кокташ Баткенского района при очередном незаконном получении денежных средств с поличным были задержаны сотрудники ОБДД Баткенской области, старшина милиции ТАК и инспектор И.Б. Надо сказать, что руководством страны проводится политика стимулирования деятельности работников правоохранительного и силового блока, которые несут свою службу на приграничных территориях Баткенской области. С момента перевода в Баткенскую область, то есть с февраля 2023 года по настоящее время, вот этим самым задержанным сотрудникам безопасности дорожного движения в рамках означенной политики стимулирования выплачивалась повышенная заработная плата в размере не менее 70 тысяч сомов в месяц. Однако, судя по всему, данный стимул не стал гарантией честной и безукоризненной работы сотрудников милиции. Они просто проигнорировали и не оценили политику стимулирования должным образом, что, собственно, и привело к довольно печальным результатам. Вот и получается, сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит. То, о чем мы сегодня говорили, далеко не все результаты плодотворной деятельности органов национальной безопасности за минувшую неделю. Но даже эта небольшая часть работы свидетельствует о том, что органы национальной безопасности четко и строго в рамках законодательства выполняют задачи, поставленные главой государства и однозначно сформулированные и озвученные председателем ГКНБ. Принципиально и непримиримая борьба с коррупцией, незаконными поборами и правовым беспределом в стране проводится в полном объеме. И эта работа, вне всякого сомнения, будет продолжена. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok